МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ведь так не бывает на свете, что были потеряны дети. К сожалению, в нашей жизни такое бывает. А бывает даже хуже, когда теряются не дети, а теряются родители, теряются на очень долго. И тогда детям остается только ждать их терпеливо и надеяться на редкие свидания с ними. Большинство таких детей живут в детских домах, потому что их мамы, отбывающие наказание в колонии, лишены родительских прав. Но бывают и исключения, как, например, с осужденной Татьяной Павлюк. Ее история, на мой взгляд, очень поучительная. Десять лет назад Татьяну осудили за убийство суббутыльницы во время пьяной ссоры. И почти сразу от нее отвернулись и муж, и все прежние друзья, и подруги. Жизнь потеряла всякий смысл. Потому что, когда женщине за 30, уже нет никаких сомнений, что после долгих 15 лет зоны остается лишь одно – доживать. И вот в этот момент вдруг выяснилось, что она в положении. Рождение дочери стало для Татьяны началом новой жизни. И пока Яна находилась в доме ребенка при колонии, она чувствовала себя абсолютно счастливой. Но когда девочке исполнилось три года, ее, как и положено по закону, перевели в детский дом города Рузы. И целых семь с лишним лет мама с дочкой общались только по телефону. Я каждый месяц по телефону звоню, разговариваю с ней. В первое время, конечно, плакала, ну, так, от счастья. Она плакала? Я. Нет, я ей не даю повода плакать, чтобы так вот. Я стараюсь с ней не разговаривать на эти темы такие, чтобы... Говорю, что мама скоро приедет, все будет хорошо. Вот, какого числа ты меня заберешь, она спрашивается. Я от нее ничего не скрываю. Зачем обманывать? Просто она знает, что мама наказана, мама домики вот строит здесь. Потому что, опять же, ребенку не объяснишь, чем я здесь занимаюсь. Собираем денежки на домик, будем жить деревне. Получается, дочь-то тоже наказана. Да, и виновата я в этом. То, что она без меня. То есть, как бы, с рождения она уже в тюрьме. Вот поэтому я и говорю, что смысл жизни-то есть. Вот я сейчас выйду, то, что я не смогла ей дать за эти вот годы, я должна все отдать. Раньше здесь жили дети, которые не имели родителей. А сейчас в основном дети, у которых родители есть. Большинство этих родителей даже и не вспоминают о своих детях, живущих здесь, в детском доме, так как давным-давно лишены родительских прав. Я долго думал, каким словом выразить суть здешней жизни. Любовь, доброта, доверие. Ни одно из них не вызывало сомнений. И все-таки, в конце концов, я понял, что точнее других слово надежда. Ведь чем бы ни занимались эти мальчишки и девчонки, они ждут и надеются, что в жизни каждого из них однажды появится мама или папа. И тогда наступит ни с чем не сравнимый праздник. Такой день – своеобразная веха и в жизни директора детского дома Жанны Геннадьевны Слюнченко. Можно ли говорить о том, что вы со спокойным сердцем отдаёте своего ребёнка только в том случае, когда у вас появляется какая-то уверенность, что ему там будет лучше, чем у вас? Да. Могу сказать стопроцентно. Когда приходят у нас кандидаты в приёмную семью, ну, какое-то третье чутьё, какое-то открывается, наверное, третий глаз, и видишь, и вот, и думаешь, что вот мой ребёнок не подойдёт вот этой семье, вот этого бы надо ребёнка вот в эту семью, и действительно они дадут то, что ему нужно. Понимаете? Поэтому вот, ну, где-то здесь вот, наверное, какое-то внутреннее чутьё. Я не знаю, может быть, чутьё материнское, потому что для меня все дети детского дома – это мои родные дети. К моменту нашего знакомства Татьяна Павлюк уже 10 лет находилась в Можайской колонии, а Яна – 7 лет в детском доме. Это филе-фотография? Да, она всегда. Всегда с вами, да? А если вдруг забыли её? Или такую? А её невозможно забыть, потому что у меня лежит там рабочий пропуск, ну, как наш паспорт. Без него тоже никуда. И вот Яночка у меня там фотография. Ну, иногда так поговорю с ней. Спокойной ночи, если дожила. Доброе утро. Вот так. Я понимал, что отсюда, из забора колонии, жизнь на свободе, наверное, кажется Татьяне каким-то сплошным, непрекращающимся счастьем. Домик в деревне, солнышко и цветочки, мама и маленькая дочка в центре, а дочке-то, между прочим, через пять лет, когда маму выпустят на свободу, будет уже пятнадцать. Какой бы эта встреча, не раз думала Жанна Геннадьевна, и однажды решила устроить им свидание. Я присутствовала на их вот этой вот встрече, когда они общались вместе. Понимаете, вот там действительно вроде бы взаимоотношения очень теплые, такие, знаете, трепетные. Там у сотрудников слезы потекли, они там плакали, рыдали, стояли в дверях. Понимаете, то есть вот... Но Татьяна Владимировна, она на сегодняшний момент, наверное, дезадаптирована. Я вот так могу сказать. Всё-таки достаточно длительный промежуток времени, когда она не находится в социуме. Практически 10 лет. Да? Вот. Жизнь изменилась. И дети меняются с течением обстоятельств. Она видела Яну, когда её забрали в три года. Да, с нуля до трёх лет она находилась вместе с Яной. В дальнейший промежуток времени ребёнок полностью у неё выпадает. И у неё ещё, когда при встрече, у неё ещё была та ассоциация, когда она была маленькая. И она к ней, когда вот она встретила её, она к ней относилась, как вот к ребёнку до трёх лет. То есть вот этого возраста. А девочка уже всё-таки не три года. И у ребёнка свои взгляды на жизнь. У ребёнка свой характер уже сформировался, я могу сказать, со стопроцентной уверенностью. Маме, по сути дела, надо начинать жизнь заново. Она, выйдя с места лишения свободы, думает, для неё откроются все блага. Но эти блага ей придётся самой нарабатывать. Зарабатывать авторитет. Зарабатывать ту же квартиру. Да? Нужно устроиться на работу. А это, я думаю, что это будет достаточно проблематично для неё на сегодняшний момент. Ну, я прошу, как вы слышите, это будет процесс там ни одного дня. Я думаю, что это будет процесс даже ни одного месяца и ни одного года. Да, да, да. На мой взгляд, свидание Татьяны с дочерью в колонии не только не успокоило Женну Геннадьевну, но наоборот стало причиной новых волнений. Получалось, что впереди у мамы с дочкой ещё целых пять лет разлуки. А что будет потом? А кто это знает? Кто вообще может сказать, как сложатся их отношения в будущем? Ведь, по сути, они же совсем не знают друг друга. Много ли откроешь для себя в коротком телефонном разговоре? А ведь уже сейчас Яна стремительно приближается к такому возрасту, когда возникает, особенно у девочек, очень много вопросов, на которые лучше всего может ответить лишь мама, если она рядом. Телефон, какой бы он ни был, он телефон, а ребёнку нужно общение. И реально, когда он видит глаза, когда он понимает это, какие бы мы условия в детском доме не создавали, каким бы мы теплом и вниманием не уделяли, и как бы мы их души не согревали, всё равно мы – это детский дом. Любая мама должна быть у любого ребёнка. Пусть мама услышит, пусть мама придёт, пусть мама меня непременно найдёт. И так не бывает на свете, что были потеряны дети. Ко мне! Ко мне! Ко мне! Ко мне! Давайте, давайте, давайте! Здравствуй, граждане! Здрасте, граждане! Здрасте! родным человеком. Кто объяснит, как вообще находят люди друг друга, что для этого нужно, можно услышать десятки мнений, но лично мне ближе точка зрения Ольги Анатольевны. Все в руках почвих. Когда мне было лет 16, я сказала маме, что я, когда вырасту, буду жить самостоятельно, я возьму ребенка из детского дома. Почему? Вы знаете, сказать трудно, поскольку я еще с животными как-то связана. Ребенок и животные, и дети, они на одной ступеньке в моем понимают, что они такие же беззащитные, трогательные, преданные, нежные. Я так для себя понимаю. Не знаю, как другие, кто почему понимает. Для меня это всегда такой, как он надо заботиться. И когда вот ты приезжаешь к ней и держишь на руках, общаешься с ней, а они вот там сидят в уголочке, и смотрят. Был случай, когда только поступила девочка, вот она сидит, перед ней листик, она рисует сердечко и пишет, мама, второе сердечко, Люда. И вот этот весь листик в этих сердечках. и вот так ездила по детским домам, ездила и созревала. Созревала. И потом оно, вы знаете, не столь трудно принять решение, сколько трудно найти своего ребенка. Это же не, знаете, не ткнешь пальцем просто. Сейчас сложно сказать, что именно повлияло на решение Ольги Анатольевны. Наверное, все вместе. И смерть мужа, и ощущение одиночества. И, конечно же, то, что зрело в ней с юных лет. Желание помочь тому, кто слабее. Полина – первая моя девочка, которую я взяла 4 года назад. Ей тоже 9, но я ее взяла 6 с половиной. Я приехала вообще другого ребенка навестить. Совершенно к другому ребенку. И я увидела Полину. Она сидела как воробушек. Там, вдалеке от всех детей, как воробушка. Она маленькая, худенькая была такая. Вот такие у нее были два хвостика. И вот этот воробушек вот там сидел. И все. Я билась за нее долго. Ее не хотели отдавать, потому что она только поступила. Она что-то маленькая. Ну, в общем, я ее взяла. Как только Полина была оформлена, и чуть-чуть мы встали на ноги. Вдруг я на сайте пролистываю. Знаете, есть всевозможные сайты, где вывешены фотографии детей. И я увидела Яну. И там удивительный взгляд ее. Какой-то такой невозможно объяснить. И все. Все. В течение года Ольга Анатольевна собирала необходимые документы и ездила в детский дом на свидание с Яной. Она видела, с какой радостью встречает ее девочка. И сама с нетерпением ждала каждой новой встречи. Но она не подозревала, что существует обстоятельство, которое может помешать ее планам. Татьяна Павлюк не была лишена родительских прав, и потому без ее согласия нельзя было передавать девочку в приемную семью. Ситуация была непростой. Жанна Геннадьевна понимала, что Яне во всех отношениях будет лучше в семье Ольги Анатольевны, чем еще пять лет ждать свою маму, оставаясь в детском доме. Но она была не уверена, что Татьяна сможет переступить через свои вполне понятные материнские чувства ради будущего дочери. Прежде чем сделать шаг, передать Яну в приемную семью, я общалась с ней. Я, в общем-то, в принципе, ее подготовила к тому, что Яна может оказаться в приемной семье. Она, естественно, соответственно, очень переживала, занервничала, она меня умоляла, просила о том, что ни в коем случае этого не надо делать. Пусть Яна, как жила, так она пусть у вас и живет. Я выйду, я ее заберу. Первым чувством, которое испытала Татьяна после разговора с директором детского дома, был страх. Страх потерять дочку, а с ней и свои надежды на счастливое будущее. И вот когда, конечно, они мне сказали, ну, не против ли вы будете, что она будет жить в другой семье, я давай все газеты, журналы перелистывать, нашла статью, там, что, ну, даже если ребенок живет в семье, другой, как опекун, то он имеет право видеться с родными родителями. Ну, в общем, всю ерунду собрала в первое время. Когда вы вот об этом услышали, значит, что какая-то женщина, естественно, какая-то ревность была, да? Нет, опять же, ревность, она исчезла у меня, но как бы, ну, не такая, что прям ревность. Нет, я знаю, что, ну, как бы, Яна знает, что у нее есть мама, она большая. Ну, такая какая-то своеобразная ревность, что вот... Ну, тревога даже, да? Да, а потом плохие люди... Не заблудит ли в конце концов, да? Ну, я думаю, нет. Ну, нет, ну, тут вы же об этом все время думаете, да? Да, да, да. Можно только представить, сколько терпения и такта потребовали от Жанны Геннадьевны эти разговоры. Вот мое состояние, состояние двоякое было. Мне ее жалко, чисто по-человечески, по-матерински. Ну, наверное, все-таки моя чаша весов все-таки перевесила на сторону ребенка и встать на позицию ребенка. Хотя я, в общем-то, попыталась объяснить всю ситуацию Татьяны Владимировны, и я думаю, что она меня поняла. И она сказала, Жанна Геннадьевна, если будет ей там хорошо, то давайте тогда пусть она вот и будет в этой семье. Детский дом, город Руза. Вот здесь почти семь лет жила Яна Павлюк. Теперь она здесь не живет. Нелегко даже растения переместить из одной среды в другую, а тем более человека. Но и в том, и в другом случае не обойтись без человеческого тепла и заботы. И Яна это ощутила с первых минут пребывания в новой семье. Сейчас очень сложно, Яне. А школа, школа очень серьезная. Пусть и Рузы... Другие требования. Другие требования, и все сложно дается. Им она плачет. Яна у нее не получается, а мы боремся. Потому что мы переплакали все с Полиной, и мы переплакали на четверки и пятерки полугодовые, без единой тройки. Мы переплакали. Мы все это перепрыгнули. Теперь с Яной. Это все... А как иначе? И английский надо знать. Надо знать. Надо, надо. А Барина разговаривает уже. А эта переживает, что не получается. Ну, мы наверстаем, и все будет хорошо. Для вас вот эти вот девочки уже без всяких привлечений родны. Да? Это родные существа. Да вообще чужих детей не бывает. Это вообще не... Это вот... Я не просто так вот на эти выражаюсь. Я вообще не могу понять. Это чужая боль. А боль маленького ребенка вообще как можно пройти там мимо собаки-то и не пройдешь. Понимаешь? А тут ребенок. Ощущаете, что дома стало теплее? Да, конечно. Конечно. И вот от своих... От этих детей я чувствую только тепло. Сто раз на дню, мамочка, мы тебя любим. Начем тебе помочь сто раз на дню? В отличие от дочери, которая каждый день приносила новые впечатления и открытия, жизнь Татьяны была подчинена раз и навсегда установленному распорядку колонии. Но что бы она ни делала, все мысли ее были о Яне. Как она там? Какие люди вокруг нее? Не забыла ли она свою маму? И вдруг, как гром среди ясного неба, объявления о предстоящем свидании. Хотя бы я знала, что они точно приедут, да, вот какого числа. Ну, меня сообщила, да, администрация, как бы без обмана. И все равно такое было в сердце, знаете, а вдруг не приедут, а вдруг что-то испугаются, а вдруг что-то там... Ну, не смогут они в этот день... Все, вот передумаешь, все. Просто вот так вот кругом голова, и вот когда вот этот звонок к нам, где мы вот сейчас живем, да, звонят, и говорят, вот вас вызывают в каком-то свидании, это все, это летишь, никого не видишь вообще. Ну, то есть... Ну, да, это вот я по себе так говорю. Я не знаю, конечно, но люди, к кому-то там... Может, приезжают каждый месяц, может, не так реагируют, что... А я вот именно вот так. Поэтому... Как будто мне не 42 года, а там лет 20 я отполетела такая вся вот... Поэтому... Вау! Ну, 40 пореже получилось. Когда Ольга Анатольевна вышла из комнаты свиданий, я подумал, что, может быть, она из деликатности не хотела мешать встречи матери с дочкой. Но причина оказалась не только в этом. Я не могу сказать вам, как правильно сформулировать боль. Понимаете, я ощущаю себя иногда без кожи. Вот я сейчас сижу, а мне ее жалко. Я не думаю, а мне очень жалко. Мне сейчас вот иногда говорят, как ты едешь в тюрьму? Я говорю, знаете, от сумы от тюрьмы. Не надо. Мы все под Богом ходим. Все. Поэтому осуждать мы там все дадим ответ. А здесь не надо. Вот. И я всегда говорю, пусть у ребенка будет две мамы, чем я одной. Сегодня счастлива? Конечно. Вы еще спрашиваете. Я с ней по телефону-то говорю, что счастлива. Я сейчас... Растет ребеночек. Растет. Ну, к нему еще скажу. Волосы вот пострелила. Говорю, зачем? Ну, уже почти взрослый. Конечно, до 10 лет уже будет. Ну, ждет меня она что-то. Семья хорошая. Я очень рада, конечно, что она попала в такую семью. Очень. И даже вот когда освобожусь, я не буду там делать, что вот я вышла, дайте мне ребенка. Нет. Ну, не буду их разлучать. Зачем? Потому что человек столько вкладывает в детей, в этих... Потому что я знаю, что ребенку нужно развести, нужно привлекать к семье. Потому что, как бы ни было в детский дом, ну, ей не дадут столько, сколько вот та стажа, вот эта Оля. Вот сегодня вы познакомились, да? И как-то у вас, наверное, сердце уже успокоилось. Пускай какая бы я ни была, как говорят вот моей матери, но какая бы я ни была, я мать. И у меня отлегло от сердца, я просто посмотрела на эту женщину, ну, и как бы... И увидели, что, в общем, поняли, что она... Да, и она такая, ну, тоже простая. Ну, как бы, ну, я не знаю, там, нет в ней ничего такого, что вот, там, как некоторые говорят, и не надо тебе такую маму, там. Нет, наоборот, вот, она мне ее привезла. Сейчас хорошо тем, то, что, ну, как бы мы две стороны, да, вот я мама и Оля. И вот Оля, она мама называет, и меня мама, то есть у нее две мамы. Ну, я вообще не против этого. Когда первый раз это услышали, наверное, кальнуло, а? Нет, я просто спросила, ну, как, я просто, а, она говорит, нет, мама Оля. А ты у меня, мама Таня, вот здесь. Ну, как бы, я, честно скажу, я не обиделась. Ну, я не поняла сначала, обычно, а, сразу, вот, я не обиделась. И я говорю, Оля, ничего, пускай называет, но это не маленький ребенок, что он привык, и все, нет. Она знает, ну, две мамы у ребенка, и ничего страшного. Замечательно. То есть... Вот эти отношения, вот эти поцелуи, ну, ну, я просто в шоке, вот, честно. Мне прям, мне это очень приятно, на такой, на душе. То, что, как бы, я не кинутая, не забытая, да, и вот у меня тоже есть родные и близкие люди. Жестокости очень много кругом. И, знаете, как пел Майкл Джексон в песне «Потерянные дети», потрясающая совершенно песня, что суть такая, что очень хорошо, сидя на диване, положая ногу на ногу в тепле и в уюте, глядя в телевизор и подсчитывая свои блага, разговаривать на тему, как мир жестокий, как можно помочь кому-то, да, где-то там что-то происходит. Лечь спать спокойно, укрутся одеялом и видеть хорошие сны. Смотри на себя и спроси, а ты что? Я не говорю, что я сейчас там переворачиваю мир и тогда. Нет, но я делаю то, что я могу. Я. Понимаете, не Чаева Оля. Вот мне Господь послал такую возможность помочь. Вот я вот взяла ребенка второго, я еще возьму. Каждый, вот чуть-чуть, чуть-чуть и все. Бог мне не отдал своих детей, наверное, Бог меня вел к этому. Я хожу в церковь, я не причащаюсь, я не готова пока к этому, девочки причащаются. Я еще к этому не созрела, не готова, пока не готова, но я верую, верую. То есть вы вступили на этот путь? Я вступила, я иду и как могу, иду. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»